Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Битва за его душу, битва за то, чтобы войти в личность, чтобы найти, во-первых, найти, для чего он живет, как прийти в ту меру, как стать человеком, наверное, в том понимании именно божественного промысла и найти этот божественный промысел. И потом, соответственно, найдя промысленный путь к спасению, двигаться по нему аккуратно и тщательно избываясь с этого же пути, потому что тогда мы должны вспоминать, двигаясь по пути спасения, какая цена нашу душу. Наши все увлечения, они получаются как бы ничто. Хотя опять мы говорили, что человек живет в этом мире, много у него забот в этом мире. Это в мире нужной и в мерах нужных. Это и есть нормальный человек. Но даже это, когда человек старается привести к Богу на созерцание, чтобы он видел и оценивал нашу жизнь. Насколько мы правильно ведем. Мы хотим, мы должны хотеть делать то, что хочет у нас Господь. На разном месте. Кто-то может быть в молитве, в молитве преуспевает, кто-то в милосердии, кто-то в духовном деловании помогает ближним своим примерам духовной войны, повергая врагов, которые насылают на человека скорби и разные испытания по повышению Божьего, чтобы человек был более совершен. Человек, двигая сегодня, не роптая, не впадая в уныние, может быть иногда и падая, опять встает и идет. Это все битва. Мы знаем, что воин не может быть воином, если он сидит в штабе постоянно. Но имею в виду, что если он не ведет реальную битву, где он получает и раны, и скорби от ратного дела. Вот так и христианин. Он идет. И именно цена его души, потому что душа наша, эта христианка, должна нас держать по этому пути, и идти по нему осторожно, по пути спасения. То и никогда не унывать, потому что, опять же, обращаясь с апостолом Павловичем, мы имеем такое первое ощущение, к которому все возможно. Интересно, в сегодняшнем Евангелии, посвященному празднику Благовещения, описывается сам момент этого Благовещения, когда Ангел приходит на Богородицу и говорит «Радуйся, Мария, Господь с тобою, Бог славен ты в среде жен». И извещает ей эту великую радостную весть о том, что она будет матью Христа, матерью Бога. И вот образец смирения и, скажем так, образца духовного, осторожного духовного делания. По житии Богородицы мы можем видеть, что Пречистое Дело с самого детства знакомо с духовным деланием и знакомо с происшествием ангелов. Как описывает ее жизнь, что и ангелы даже питали ее в святая святых. Но когда посвящает ее ангел, и об этом можно увидеть у святых отцов, которые описывают молитвенное делание, описывают именно этот момент беседы Богородицы с ангелом. Приводя к этому, или обостряя наше внимание к этому моменту, мы видим, что ангел говорит ей весть, но Богородица испытывает, хотя она, возможно, и понимает, что наступил все-таки момент радостный для нее. Но она испытывает, кто был муж мой. Первый вопрос. Двух святых найдет ли тебя, и силы выше не гаснит ли тебя, говорит ангел. Но Господь, зная Пречистое Дело, прекрасно знал, что она будет испытывать, потому что она являлась образцом молитвы правильным, что она будет испытывать это видение для нее. И поэтому он дал ангелу сказать некие слова, чтобы Богородица поверила. Ангел выяснил ей о том, что ее родственница Елисавета, будучи в старости, и когда ее очень долгое время не могла зачать, она уже на пятом месяце. Богородица слышит эти слова, принимает это. Но если мы это читаем дальше в Ангелии, то мы видим, что она пошла испытывать эти слова ангела. Она пришла к Елисавете и узнала тогда, что действительно Елисавета зачела, и та стачила, говорит, что когда-то я тебя увидела, что в моем черепе выигрался младенец. И святые отцы говорят, видите, обращайте внимание на все видения, которые могут быть, что может быть. И Богородица это образец молитвы и созерцания, именно созерцательные молитвы. Сегодняшний Евангелие нас много учит, потому что мы должны не забывать наше призывание и цену своей души, и показывать высшую степень молитвы. И в этот день я всех вас поздравляю с праздником Благовещения. Я хочу, чтобы мы все слышали этот голос, потому что в некотором смысле, вернее, в таком аллегорическом смысле, женщина или девица, это есть образ души. Всегда этот образ используется в книге Священного Писания. И для каждого человека это есть радость, когда Господь благоествует в рождение Сына в душе. То есть когда Господь входит в человека и радует Марию, то есть нашу душу, своим происшествием, своим очеловечиванием. И в этот день я желаю всем нам, чтобы мы могли своей жизнью, не забывая о цене своей души, и о том, что мы к чему призваны, старались быть осторожны в нашей жизни, внимательны и осторожны, когда, чтобы и нас посетил ангел и возвестил о том, что в нас насчетился Господь. И уже не мы живем, но живет наш Христос, как говорит апостол Павел. Поздравляю с праздником! Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok